Добрый день дорогие друзья и коллеги Продолжаем рассмотрение по кусочкам, по частям, разных аспектов вот этого документа, который мы называем речная дактиль На странице 18 упоминается гидроэнергетический потенциал век Российской Федерации Сказано, сколько мы могли бы получать киловатт-часов электроэнергии от гидростанции Вот сегодня попробуем обсудить эту проблему поподробнее Готовясь к нынешнему семинару и вообще как-то занимаясь этими вопросами на протяжении очень многих лет Я не могу не выразить своего удивления, что вот как же так В начале 20-го столетия проблемой белого угля очень интересовались В 1930-х, 40-х, 50-х годах И после этого все, проблема гидроэнергетического потенциала, РЕП и использование этого потенциала никого не интересует Ни один институт, ни одно учреждение этой проблемой не интересуется Ну давайте, пожалуйста, мои слайды Да и так, разговариваем о гидроэнергетических ресурсах Российской Федерации Ну и сразу же следующее Сейчас я помню Да, 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 пожалуйста Вот без предварительного рассмотрения правового аспекта Невозможно говорить о гидроэнергетических ресурсах Дело в том, что сам тезис, что текущая вода – это вещь всеобщая Рес омниум коммунос Это такая классика, которая просто не подлежит обсуждению Текущая вода по своей природе не может быть объектом собственности, а является всеобщим Поэтому и присвоение свойства текущей воды течь всегда сверху вниз Оно недопустимо И вот и возникает вопрос А кто же и кто и по каким причинам имеет право использовать Вот это свойство воды течь всегда сверху вниз Ну, следующее, пожалуйста В нашей стране вопрос этот решался таким примерно образом Те реки, которые могут использоваться в качестве путей сообщения Никакого использования их водной энергии быть не могло Это воды общего пользования И известный случай, когда органы Министерства путей сообщения При содействии местной полиции Разрушали построенные на реках мельницы Как препятствующие судоходству или сплаву Причем владелец этой мельницы нес все издержки по ее уничтожению Общее право на текущую воду таким образом торжествовал Но в этой речной стране было такое обилие рек Что реки, которые не служили путями сообщения Они могли рассматриваться как принадлежность земельного владения И вот на этих реках было возможно использование их энергии Итак, я землевладелец и мое право землевладения дает право на вот этот самый протекающий по этой земле водоток Я сразу оговорюсь, что к числу вод общего пользования Причислялись все новые и новые водотоки И с 1894 года для причисления данного водотока к водам общего пользования Стало достаточно констатации его, этого ручеечка Технической пригодности для сплава То есть если по данному ручейку один раз в году Можно сплавить по высокой воде одно бревно или одну лодку Все частное использование водной энергии этого ручейка становится невозможным Это воды общего пользования Но все-таки, именно как принадлежность земельного владения Следующий слайд, пожалуйста Да, вот именно в этом качестве реки использовались как источники энергии Это данные ГОЭЛРО, которые в 1920 году основывались на тех данных Которые накопило Министерство путей сообщения и другие Заметим институты, которые занимались вот этой проблемой белого угля Как топлива, а уйбля уж этот термин еще и сейчас бытует Так вот, посмотрите, Россия-то по использованию водной энергии По мощности гидросиловых установок Была на третьем месте в мире На первом месте, конечно, североамериканские Соединенные Штаты У Канады в четверо меньше мощность гидросиловых установок Но в России почти столько же, сколько в Канаде То есть было огромное количество гидросиловых установок И я должен сказать, что реке, текущей в реке воде, совершенно безразлично Будет ее энергия преобразована в электрическую Или будет использоваться как механическая Так что мельниц было огромное количество Именно вот на тех водах, которые не были водами общего пользования Дальше, пожалуйста И вот здесь, в начале 20-го столетия В связи с появлением промышленной электроэнергетики Появилась и возможность более широкого использования водной энергии Дело-то в том, что чисто гидросиловая установка Она использует водную энергию вот только там, где она устроена Да, известны случаи передачи мощности именно в механическом виде При помощи чисто механической трансмиссии Я готов это нарисовать и описать, как это действует На расстоянии до нескольких верст Эту водяную силу передавали Но именно появление электроэнергетики позволило оторвать место использования водной энергии От того места использования водной энергии От того места, где она непосредственно на реке получается И вот по этой самой причине Использование силы падения воды в судоходных плотинах Записано в программе занятий между ведомственной комиссией Тимонова О которой я неоднократно упоминаю Тогда же, в 1909 году, в Министерство путей сообщений Была создана комиссия по электрогидравлической описи водяных сил России Это ее данными позднее пользовалась комиссия Бойл-Ро В 1910 году функции этой комиссии перешли к Бюро исследования водных путей Управления внутренних водных путей, шоссея и дорог Того же Министерства путей сообщений Кроме того, вопросами использования водной энергии И сколько ее в нашей стране занимались другие учреждения Которые я по мере надобности упомяну Дальше, пожалуйста Вот это как раз здесь прочитать совершенно невозможно Ну а это труды комиссии по изучению естественных производительных сил Той самой основанной Вернадским в 1915 году комиссии Кепс как раз теперь СОПС празднует свое столетие Так вот, один из первых выпусков трудов Кепс это 1917 А позднее Кепс сделал несколько выпусков, которые так и назывались Белый уголь того или иного региона Потому что по всей стране это задумано был многотомник Из него сколько-то получилось Но я привожу цитату из вот этой работы Что здесь в Министерство путей сообщения Именно при шлюзовании некоторых рек Намерено использовать водную энергию Что это радикально меняет весь экономический смысл Улучшения судоходных условий рек То есть мы улучшаем шлюзованием судоходные условия рек А попутно используем водную энергию Мне жаль, что прочитать цитату невозможно Но в качестве первоочередных проектов Вот как здесь на этой странице написано Министерство путей сообщения выдвигает Сухану Стоит она на первом месте И по сейчас мы ее выдвигаем в качестве безоговорочно первоочередного проекта Ну а далее Увы, порожистая часть Днепра Чусовая в составе Трансуральского водного пути То есть вот как тогда эти проекты считались первоочередными И использование водной энергии Мыслилась как абсолютно необходимая их часть Вот примерно так же мы выдвигаем сегодня эти проекты в качестве первоочередных Следующий слайд пожалуйста А как же с правовой коллизией Как же вот с этим вот противостоянием Использование водной энергии И общим пользованием в текущей воду Вот здесь вот в это время уже существовали представительные законодательные учреждения И вот в бюджетной комиссии тогдашней Государственной Думы Вызрело разрешение этой коллизии Я прошу осознать Что никто не имел права Использовать в коммерческих целях водную энергию Никто и правительство тоже Так вот Если правительство Решает какие-то водные проблемы Общественно полезные Вот в данном случае шлюзование мрек радикально улучшая судоходные условия для общей пользы То тогда продажа получаемой энергии Не может считаться коммерческим предприятием правительства А явится одним из способов покрытия строительных и эксплуатационных расходов по шлюзованию Буквальная цитата Вот в этом направлении и разрешалась вот эта правовая коллизия И представьте себе Ведь как это разумно То есть расходы Необходимые расходы по улучшению судоходных условий рек И вообще по решению Общественно полезному решению водных проблем А мы это разбирали в прошлый раз Могут быть даны не населением Не налогоплательщиками Не податным населением А самими водами Воды сами платят за себя За свое улучшение Вот этими самыми киловатт-часами выработки электроэнергии Дальше пожалуйста Вот после этого можно перейти Ну к естественно научной и технической стороне вопрос Мощность гидросиловой установки Скажу так, что совершенно безразлично Еще раз, что это мельница ли А водяных мельниц было огромное количество в стране Или гидроэлектростанции В любом случае Мощность гидросиловой или гидроэлектрической установки Пропорциональна Создаваемому плотиной О чем мы говорили в прошлый раз Для чего нужны плотины Создаваемого плотиной напора Разницы уровней между верхним и нижним гидром И протекающему расходу воды Вот обычно Для предварительных оценок Мы берем эту мощность как 8QH И Q количество протекающей воды Расход в кубических метрах в секунду H в метрах И получается мощность в киловатт Здесь не написано Но если это мельница А у мельницы КПД Коэффициент полезного действия Ее водяного колеса И механической передачи мощности К технологическому оборудованию Скажем, к жерновам Поскольку коэффициент полезного действия меньше Вот для оценки мощности мельницы Мы берем формулу 8QH Но существо дела от этого не меняется Больше протекает воды Больше мощности Больше создан напор Больше мощности Но экономическое значение Имеет не мощность А та продукция Которая выдает гидроэлектрическая установка А поскольку и расход протекающей воды И напор Воспринимаемый рабочим оборудованием Этой установки Вообще-то говорят Все время меняются То поскольку я вот и вынужден был записать В виде таких интегралов По количеству часов в году То есть на протяжении года И это уже получается Киловатт часы Выработка электроэнергии в год Вот это экономическая характеристика Мощности можно установить На гидростанции больше Можно установить меньше В зависимости от того Как она будет работать А вот выработка годовая Вот она определяется И сложившейся водностью И характером регулирования стока Водохранилища И многими другими вещами Дальше пожалуйста Вот исходя из такого представления О годовой выработке гидростанции И оценивается гидроэнергетический потенциал Различают три показателя Первый это валовый Или теоретический потенциал Второй технический И третий экономический Следующий слайд пожалуйста Вот валовый Следующий слайд Его не зря называют теоретическим Это собственно говоря Один из гидрологических параметров Гидрологических параметров Водотока Ну связанный еще и с уклонами С падениями реки Вот он как определяется Берется некоторый итый кусочек реки Вот 8766 это число часов в году А дальше вот и считается Падение реки на данном участке Аж итой Ну некоторый аналог создаваемого набора И Расходы воды В начале участка И в конце Вот берется их средняя арифметическая величина Но уважаемые коллеги Вот тут прошу осознать Что расходы-то воды Это ведь та самая природная данность Которая меняется по мере увеличения Так называемых рядов наблюдения Когда нам говорят Что температура в данном месяце Превысила Многолетнюю там Норму Так вот норма Это никакая не норма Это просто средняя арифметическая По ряду наблюдения В нашей стране Первые гидрометрические посты Были устроены Вот тем самым Министерством путей сообщений О котором я Периодически напоминаю В 1882-83 годах На Волге, Оке и Каме На других реках Гораздо позднее появились Систематические гидрологические наблюдения Но каждый год при этом Приносит новую цифру Новое число В ряд среднегодовых расходов воды Здесь-то мы это все для года определяем Соответственно все эти кубиты В начале и конце участка Это среднемноголетние расходы воды И каждый год эти величины меняются Каждый новый год приносит изменения В ряды наблюдений И вот в эти среднемноголетние показатели Но как бы то ни было Для данной реки Суммируются все вот эти вот кусочки И определяется ее суммарный Суммарный теоретический Или валовый гидроэнергетический потенциал Дальше, пожалуйста Прежде чем перейти к техническому потенциалу Я скажу так Что валовый потенциал Он очень важен И он очень связан Именно с протяженностью рядов наблюдений Впервые Он сколько рек еще учесть надо Ведь это же работа По каждой реке Надо по картам определить Для каждого участка Падение реки на данном участке И по гидрологическим данным Вот эти вот показатели Расходы воды Среднегонаголетние расходы воды В начале и в конце участка Так вот Народный комиссариат тяжелой промышленности В 1933-1934 годах Издал так называемый Атлас энергетических ресурсов СССР Вот я добавлю Что его том 1 часть 3 Так и называлось Гидроэнергетические Ветроэнергетические Гелиоэнергетические ресурсы Эти вопросы почему-то тогда Очень интересовали Правительство И связанные с ним Учреждения Так вот в этом Атласе Было учтено 647 рек А ведь в нашей-то стране Я же не говорю даже об СССР РСФСР и Российская Федерация Это не сотни рек А десятки и сотни тысяч Ну грубо говоря В Российской Федерации Два миллиона Итак первая Серьезная Оценка Гидроэнергетических ресурсов По валовому Потенциалу Была сделана Вот в этом Атласе В 1933-1934 годах На основе изучения 647 рек Следующие В конце 1930-х годов Посмотрите какая динамика Работа не останавливается К концу 1930-х годов Гидроэнергопроект Нарком Тяжпрома Издал Ну правда Печатно это не издавалось Это называлось Водноэнергетические схемы Где было учтено Уже 1132 реки Далее К концу 1940-х годов Была сделана Следующая работа Называлась Гидроэнергетика СССР Там уже учтены 1477 реки Ну и В той работе Которая Оказалась Последней Вот как она вышла В 1967-м году Ничто С тех пор Не делалось Здесь уже Учтено Более 4500 Тысяч Рек И Интегрально Учтены Гидроэнергетические Ресурсы Малых рек Здесь Малые реки Считаются Не по длине И не по водности А по мощности Вот тут они считаются Что реки С мощностью Меньше 2000 кВт Относятся К малым Ну и посмотрите Даже эти цифры И с тех пор Повторяю С тех пор Более чем на полстолетия Удлинились Удлинились Реды наблюдения По всем рекам И цифры эти Не обновлялись Абсолютно Вот Поэтому теперь После такой оговорки Я могу перейти К техническому Гидроэнергетическому Потенциалу Следующий Пожалуйста Вот он Вычисляется Двояко Или по проектным данным Что за проектные данные Это так называемые Схемы Схемы В 1930-х годах Они назывались Водно-энергетические схемы В 50-х годах Они могли называться Схемы Гидроэнергетического Или комплексного Использования Водных ресурсов Такой-то реки Ну А потом Все А потом Эти схемы Перестали разрабатываться Самые свежие Это 1950-х годов За малыми Исключениями Схемы Например Гидроэнергетического Использования Пограничные реки Пянч Которая Сливаясь С лакшем Образует Амудалью Вот она была Где-то В 1970-м Году Наверное В 1971-м Закончена Итак По проектным данным Как определяется Технический потенциал Следующий слайд Пожалуйста Дальше Вот Этот материал Вот эта карта Составлена По той схеме Которая была разработана Ленгидепом В 1950-х годах Схема Использования Иртыша Все Определено Вот в этих схемах И здесь На этом примере Все видно Где будут Размещены Гидроузлы Какие будут Подпорные Отметки Какие будут Параметры Водохранилищ И каково Будет Регулирование Ими Стока Каковы Водохранилищ Отмечаются Водохранилищ 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 Уменьшительным Коэффициентом Все это Для использования Гидроэффициентом Энергетический Водохранилищ Водохранилищ Всех Водохранилищ 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 Не сжигать Дальше Пожалуйста Но есть Еще Понятие Так называемого Экономически Эффективного Или Экономического Энергетического Потенциала Что же Я могу Сказать Физического Смысла Этого Величина Не имеет Следующий Слайд Пожалуйста Здесь Я привожу Цитаты Которые Оправдывают Существование Этого Странного Показателя Что Это Только Те Гидроэнергетические Ресурсы Которые Представляются Экономически Целесообразным Существующих Реальных Условиях Используют Ну то есть Пусть Они В данных Реальных Условиях Расходуются На вредные Для людей Условые Процессы А кому-то Там что-то Представляется И Вторая Мысль Что При отсутствии В том или Другом Районе Потребности В электроэнергии Имеющиеся Там Гидроэнергетические Ресурсы Не должны Учитываться Это Черным по белому Напечатано В 1967 Году Но и Тогда А уж Тем более Сейчас Таких Мест Где Не нужна Была бы Электроэнергия Их просто Не существует Электроэнергия Может быть Использована Везде И в тех Местах Где Реки Зимой Промерзают До дна А если И не промерзают То текущая В них Зимой Вода Непригодна Для человеческого Питья То создавая Там водохранилище С высококачественной Питьевой Водой Можно И Отапливать Дома Жилища Людей Вот этой Вот самой Электроэнергии Дать людям Воду И дать Людям Возможность Там Жить Нет Повторю Таких мест Где не было бы На сегодня Потребности В электроэнергии Мой дед Знаменитый Александр Алексеевич Биряков Он четверть Столетия Возглавлял Наушно-технический Совет Минэнергии И как раз Тогда Когда готовилась Вот эта книга С Вознесенским Который Вот после Слияния ГИДЭПа И гидропроекта НКВД В 61 году Вознесенский Основал Институт Водных Проблем Так вот Один из Инициаторов И главных Таких руководителей Авторов Этих Работ По оценке Гидроэнергетических Ресурсов Вот Дед говорил Так по поводу Этой цифры 852 Миллиарда Киловат Часов В год Да мы С Вознесенским На потолок Посмотрели И решили Возьмем половину 50% От технического Потенциала И вот она Эта цифра 852 Миллиарда Киловат Часов В год Вот этот Так называемый Экономический Потенциал А вот вам Дальше Пожалуйста Бытующие Принципы Как можно Гидростанцию Для которой Не надо Не добывать Не перевозить Не сжигать Топливо А просто Вода Сама течет И всегда Сверху вниз Как можно Тень Навести На ясный день Это Верхневолжский Каскад Диаметр Кружочков Он показывает Мощность Гидростанции Видите У Ливанковской Там Или Ну в Москве Я напомню Три гидроэлектростанции Сходинская Перервинская И Карамышевская Так вот Калининская Ржевская И там Две еще Ступени Выше Старицкая И Кривогорская Вот видите У них Даже и мощность И побольше Чем у знаменитой Иваньковской Откуда Начинается Канал Имени Москвы Так вот Какими-то Сопоставляя Гидростанцию Как Источник Энергии С тепловыми Они Экономически Неэффективны И осталась Люди Их уже В живых К сожалению Нет Которые Выезжали Тогда От государственной Экспертной Комиссии Госплана СССР На место Они на месте Вот этих Вот самых Будто бы Ценнейших Земель Обнаружили Заросшие Древесно-кустарниковой Растительностью Пустоши То есть Никому Эти земли Уже тогда Были Не нужны Но Тем не менее Из Каскада Верхневоложский ГЭС Осталась Сначала Только Одна Ржевская Но и Потом И она Оказалась Неосуществлена Видите ли Мы и сейчас Следующий слайд Пожалуйста Выдвигаем В качестве Одного Из безоговорочно Первоочередных Проектов Весь Каскад С соединением Верхневоложских Озер и Селегера В одно Водохранилище Что предлагалось Еще в 1809 Году Да вот Не сделано Тогда Помешал Наполеон А что Вот мешает Теперь Понять Труд И 650 Миллионов Киловатт Часов В год Которые На дороге Не валяются И сберегают То самое Сжигаемое Топливо Которое Можно было бы И не сжигать Дальше Пожалуйста Вот На основании Таких Удивительных Положений Некоторые Проекты С использованием Водной Энергии А ведь Каскад Это же Не просто Гидростанция Это же Именно Целая Система Это и Глубоководный Путь И система Водохранилищ Я вот здесь На этом месте Позволю себе Немножко Отвлечься Ведь Сопоставление Гидростанции Как источника Энергии С тепловой Электростанции Абсолютно Неадекватно Потому что Тепловая Станция Она Стока Речного Не регулирует Ну при ней Может быть Водохранилище Конечно Для конденсации Пара Протохладитель Так называемый Рекреационных Возможностей Не обеспечивает Воздух Отравляет Требует Привоза Топлива И вот Знаете Если На берегах Водохранилищ Гидроэлектростанций Почему-то Летом Отдыхают Люди То Вот На золоотвалах Тепловых Электростанций Таковых Не наблюдается Наоборот Пыление Золоотвалах Вызывает Определенные Болезни У населения А в конце 1990-х Годов Вместо Цифры Которые Вот тогда Беляков С Вознесенским Решили Что Пусть Будет 852 Миллиарда Киловат Часов В год Вдруг Откуда-то Появилась Цифра 600 Миллиардов Киловат Часов А потом Она вновь Исчезла И опять Стало Фигурировать 852 Миллиарда Киловат Часов Хотя Казалось Бы Критерии Этой Экономичности Наверное Должны Были Несколько Измениться Ведь Если В 1980-х Годах Когда Еще Наверное Можно Было Считать Правомерной Цифру 852 Миллиарда Киловат Часов В год Тогда Себестоимость Выработки Электроэнергии На ГЭС В среднем По Минэнерго СССР Была 8-9 Ну 8-9 Не 10 Раз Меньше Чем На тепловых Станциях К концу 90-х Годов Когда Эти данные Еще Можно Было Раздобыть Из-за Подорожания Топлива Эта разница Изменилась Стала Уже Не 8-9 Раз А 12-13 Раз А потом Себестоимости Вдруг Они Сделались Коммерческой Тайной Но Как бы то ни Было В этих Обстоятельствах Те Гидростанции Которые Раньше Считались Неэкономичными Должны Были Стать Экономичными И Так Называемый Экономический Потенциал Должен Был Вырасти Но Тем Не Менее Что Есть То Есть Вот В печати Фигурируют Вот эти Цифры И вместо 600 Миллиардов Теперь Опять Пишется 852 Миллиарда Киловат Часов Я надеюсь Что все Сказанное По поводу Экономического Потенциала Показывает Что Эта величина Абсолютно Ничего Не значит Дальше Пожалуйста А вместо Этого Вот Вместо Реальных Оценок В средствах Массовой Информации Упорно Ведется Пропаганда Того Что Будто Бы Китроэнергетический Потенциал Век России Исчерпан Первое Известие Появилось В 1992 Году Тогда Еще Существовала Минэнерго И Тогдашний Замминистр Топлива Энергетики А позднее Первый президент РАО ЕС Дьяков Утверждал Что экономический Гидроэнергопотенциал На территории Европейских районов Использован Уже на 60% На 60% То есть Здесь он выбран Почти весь Конец цитаты Но позвольте Давайте Называть вещи Своими именами Во-первых 60% Это Не почти Весь Гидроэнергетический Потенциал А Немногим Более Половины А во-вторых Учитывая Что этот самый Экономический Потенциал Это фикция В действительности От технического Гидроэнергетического Потенциала На европейской Территории Российской Федерации Используется Лишь немногим Более Четверти Не используются Гидроэнергетические Ресурсы Бассейнов Не отдельных Рек А целых Бассейнов Онеги Северной Двины Мизени Печоры Верхнего Днепра Верхней Западной Двины И даже В бассейне Волги Где Казалось Бы Гидроэлектростанции Используют То что Используют И в средней Поводности Год Вырабатывают Гидростанции Волжско-Камского Каскада Ну 38-39 Миллиардов Киловатт Часов В год Так абсолютно Не используются Гидроэнергетические Ресурсы Аки Умжи Ветлуги Суры Вятки Белой Уфы Верхней Камы Вишеры Чусовой Волги Выше Иваньковского Водохранилища Что я уже упоминал А в сумме Это Ну порядка 15 миллиардов Киловатт Часов В год Поди плохо Про азиатскую часть Я уж и не говорю Там в ее реках Сосредоточены Такие колоссальные Запасы Гидроэнергии Что на существующих Там очень крупной Гидроэнергетистанции Используется Лишь около 8% Вот этого Технически Доступного Для использования Потенциала Дальше Пожалуйста А вот это Придумал Не я И мне Странно Что вот эти Вот печатно Опубликованные Давным-давно Факты Никем И никоим Образом Не осознаются Да 1 миллиард Киловатт Часов Электроэнергии Выработанная На угле На тепловой Электростанции Вызывает В зависимости От плотности Населения От 100 До 226 Преждевременных Смертей Населения И если кто-то Когда-то Будто бы Доказал Что какая-то Там Гидростанция Экономически Неэффективна Так уверяю вас Потребность В электроэнергии Не убывает Значит Та мощность Гидростанции И та ее Выработка От которой Отказались Она была Выработана Этой электроэнергии На тепловых Станциях И те люди Которые Сегодня Выступают Против Водохранилищ Против Платин Против Использования Водной Энергии Гидростанциями Другого Имени Кроме Как Людоеды Я Лично Этим Людям Дать Не могу Эти Людоеды Будто бы Там Заботятся О какой-то Экологии О рыбках Птичках Там Каких-нибудь Животных Которых Пути миграции Будто бы Нарушаются Я не знаю О чем Они заботятся Но все эти Проблемы Были давным-давно Обсуждены Во-первых Все те Негативные Последствия Которые Будто бы Наблюдаются При создании Водохранилища И при работе Гидростанции Все они Безоговорочно Могут быть Сняты Еще на стадиях Проектирования Водохранилищ Гидростанции Это Первое А второе Ведь Эти Негативные Последствия Не ведут К умерщвлению Населения Они Жизнь-то У людей Не отнимают Тогда Как выработка Электроэнергии На тепловых Электростанциях Людей Реально Убивает Вот это Я прошу Иметь в виду К тому же Повторю Мы выдвигаем В речной Доктине Другие Общие Комплексные Принципы Не использование Водной Энергии Рек Как самоцель А решение Всего Комплекса Водных Проблем Созданием Глубоководного Пути Созданием Систем Водохранилищ И так далее И попутно Используя Водную Энергию Дальше Пожалуйста Я не устаю Напоминать О том Что вот В то время Как в этой стране Говорят о том Что плотины Строить нельзя В мире Платин Огромное Количество И больших Платин В Китае Перевалило Уже теперь За 25 тысяч Штук А в Россию 162 163 Все Людоеды Которые Вынуждают Вместо Дармовой Электроэнергии От Движения Воды В реках Добывать Перевозить И сжигать Отравляет Все вокруг Органическое Топливо Эти Людоеды И говорят О том Что плотин Строит И надо Все люди В мире Дураки Вот только Одни Людоеды Дальше Пожалуйста Ну Для того Чтобы Закончить Этим Вопросом О Гидроэнергетических Ресурсах Российской Федерации Напомню Цифру Триллион Шестьсот Семьдесят Миллиардов Киловатт Часов В год Это могут Дать Реки Реально Технически Доступный Потенциал Который Может быть Реализован Кроме Этого В нашей Стране Существуют И приливные Побережья Океанические Можно Использовать И энергию Приливов И отливов Как это Вообще То делается В мире Самые Замечательные Примеры Это французские Но Не в этом Дело Вот К этим Триллионам Шестистам Семидесяти Миллиардам Киловатт Часов В год Электроэнергии Гидростанций Следует Добавить Еще Около Двухсот Миллиардов Киловатт Часов В год Прилевных Электростанций Ну Напомню Что Стараниями Покойника Льва Борисовича Берштейна Одна Экспериментальная Кислогубская Гидростанция Прилевная Электростанция В нашей Стране Есть Экспериментальная Тогда Как Есть Такие Побережья В которых Могут Сделаны Крупнейшие Прилевные Электростанции Опять таки Им всегда Желательно Работать Вместе С Гидроэлектростанциями И ввиду Того Что Эти Северные Побережья Недоступны Только по Семьому Пути А побережья Эти Непригодны Для устройства Пора Так вот Самое Разумное Это Приводя Северные Реки В порядок И получая От них Электроэнергию Вот Постепенно По Мизене Прийти Вот Этой Самой Мизенской Прилевной Электростанции Но Это Особый Вопрос Наверное Все Готов Ответить На вопросы Готов Выслушить Реплики К чему И вызывают Да Конечно Я Начну Чуть-чуть Не с традиционного Я не буду Говорить О влиянии Начну Не с того Что О влиянии Окружающей территории Представить Не надо Желательно Я Мельченко Вера Евгеньевна Кандидат Географических Наук В настоящее Время Работаю В Академии Водного Транспорта Московская Академия Водного Транспорта Санималась Территориальным Проектированием И особо Кровяемым Территорием Основная Работа Была Территориальное Проектирование В советские Времена Когда Это Было Нужно Проектировалось Все И в том Числе Все Водные Объекты Тоже Входил И Кстати И Рекреационные В плане Моей Компетенции Если Так Говорить Публикации Наверное Ну Что Есть Таких Научных Разумеется И Учебники В сфере Водного Транспорта Начну По принципу Актуальности По принципу Актуальности Я Не буду Говорить О Затопленных Землях Так Как Тут Не Затопленные Земли Никому Не Нужны Прошу Незатопленные Земли Черноземные Если Проехаться Проехать То Увидеть Можно Незасеянные Поля И Брошенные Территории Даже Те Которые Потенциально Незатопляемые Как Они Освоены Проблемы А Из Позитивного Недавно Был Подготовлен Мною Доклад Даже Доклад В техно Технодоктрине Это В декабре По-моему Было Это В основном Военные ВПК Организовывали И вопрос у меня стоял О транспортной дискриминации Буквально Доклад Был Транспортная Дискриминация Каким образом Касается Этого Вопроса Алексей Алексеевич Чужие Знает Так Как В настоящее Время Выгоднее Всего Возить Далеко И много И оказались Очень многие Села Российской Федерации В состоянии Транспортной Дискриминации У нас Таких Населенных Пунктов В государстве Около 30% По числу Населенных Пунктов Ну крупные Города Разумеется Не говорим И Примерно 60-70% Территории Которых Нет Постоянной Обеспеченной Круглогодичной Связи При этом Традиционно Во многом Комногим Сёбам Ну и В советский Период В активный Советский Период Я не говорю Период распада Была Очень Популярная Связь Использовалась По водным Объектам И я не говорю Про северный Завоз Хотя тут много Чего можно сказать Где вообще Нет другого Способа Доставки Грузов Нет Я не говорю О том Чтобы доставить Горюче-смазочные Материалы В воздушном Транспорте Мы это не обсуждаем Просто не обсуждаем Потопительные батареи В Ленск Доставляли Было Или МЧС Или же Ну Другой Или же Зимники По которым Тоже можно Посчитать По чем будет Топливо Если зимние Транспорт Повторяюсь Это 62 Третьи территории И 30 Процентов Населенных Пунктов Население Там Ну тоже Достаточно Большой процент Но лучше Говорить По населенным Пунктам Потому что Это Тоже Само Самоценность Притом Исторически Мне как-то Времени Лимитировано Исторически Обычно Алексей Обращает Внимание Но Во всяком Случай Меня Как Географа Учили Знаменитую Статью Мечникова Цивилизация Великие Исторические Реки Чем Крупнее Река Тем Крупнее Цивилизация Исторически Все Поселения Были На реках И В том числе Европейская Территория России Повторюсь Европейская Север Европейская Территория Предуралья Все По всем Все Населенные Пункты Все Я не говорю То есть На вершинах Вы никогда Не найдете Населенного Пункта То есть Старый Старый Я не веду Они все По реках Это самые Удобные места В том числе Это было Средства Сообщения Летом По воде Зимой То же самое То есть Зимой Транспорт Ну и сейчас То же самое Зимние Переправы Зимние Пути По рекам И Оказалось Это уже Немножечко Я так Анализировала Речь идет Не только Северные Северных Краях Или Сибири А и Европейской Территории России Даже Совсем Близко Это Волга Волга И Исторически Многие Села В связи С тем Что там Железная Дорога В стороне А водный Транспорт Стал Извините Нерентабельным Извините Как это Считать Я на Экономическом Факультете Но Мы Работаем На Вроде бы Ну не Вроде бы А в смысле Вроде Можно было Посчитать Но Оказались Нерентабельны Оказалось Так И поэтому Как это Не странно На По Волге А другое Дело С Перевалами С Пересадками Даже На Машине Но Это Крайне Далеко И Неприятно И Это Таких Сел Например По Конкретному Это Василь Сурск Это Исторически Это С Ивана Грозного Это Было Тут Сура Впадало Это Раз Исторически Интереснейшая История Этого Места Сейчас Оно Раз Ну Распадается Поселение По Волге Ниже Пошли То же Самое Село Даже На Самарской Луке Если По Воде Не Только Местное Проживание И Только Дачи Но И База Отдыха Если Раньше По Воде Это Было Не Транспорт Это Просто Приятно На Ракетах Например По Воде То Сейчас Это Своим Транспортом Это Не Значит Что Это Намного Комфортнее Чем Автобус Комфортнее Чем Автобус То Есть Они Оказались Вне Транспортного Сообщения Причем Я Повторяюсь Что Так Как Они Удобно Были Расположены На Водных Объектах И При этом Потери Связи Особенно Летние Для Населения Крупного Промышленного Города Что Они Поедут Не В Турцию А Поедут Себе На Родную Дачу Причем Все Кто Живет По Крупным Рекам У Берега У Них Фанатичная Какая Корневая Привязанность К рекам На Волге Нельзя Сказать Речку Я По Молодости Сказала И Молодежь Меня Поправила Мы Сказали Волга Так Вот Транспорт Водный Ходил И Попахли Это Мне Даже Где То Вот На В Этих Общественных Сетях Видела Я Фотографии Просто Я Желала В Дубровицах И Там Фотография Даже С Этим Катером Который Ходил От Подольска До Дубровиц Роскошная Церковь И Так Дали Я Даже Там В Первом Классе Застал Помню Так У Видел Этот Катер Насколько Там Это Просто Даже Приятно Комфортно Независимо Есть У тебя Машина Или Нет Ехать По Воде Чем На Автомобильном Транспорте Значит Из-за Того Что По Каким-то Причинам По Комплексу Причин Упал Зимний Летний Уровень Воды То Многие Небольшие Реки Лишились Водного Транспорта Но не только Этого А в том числе И так же И во первых Эта экономическая Ситуация По которой Ну первая причина Формально Минук Нехорошего Хотелось Включиться Ну Дорогой Бензин В Сочи Каким Причинам Мы и так Уже Не будем Ну то есть Уточнять Из-за Дорогого Бензина Многие Поселения Причем Исторически Это Очень Важный Момент Это Культурный Это Культурный Момент Эти Объекты Исторически Оказываются Вне Истории Мы теряем Свою Историю И местное Население Значит Транспортная Дискриминация Так как Это невыгодно То местное Население Оказывается В условиях Дискриминации В то же время Если там Нет какой-то Промышленности Такой В каком-то Городишке Или там Поселке То Очень Популярно Было бы Ну рыбалка Но если Неохота То рыбалка И просто Отдых Очень Многие Люди Хотели бы Если удобно По воде Добраться Отдыхать И Они теряют Вот Такой Вот Форму отдыха Небольшие базы Все они Просто Многие Большинство Потеряны Это Вот Экономические И Это В значительной Мере Это Произошло И за счет Водных Утраты Функций Водных Объектов Да Совершенно Согласна Что Как будто Бо Их Не существует Причем Я Смотрела И даже Спрашивала Там И знакомые Он даже Как у него Есть данный Считал Сколько Приезжало На Самарскую Луку Отдыхать В эти годы Последние Последние Ракеты Так называемые Классы Ракеты Они Исчезли Ну Примерно 2007 Внутри Реское Подорожание Топлива А местные Власти Это Поддерживать Не стали Корень Это Общий Это Социальный Вопрос Когда Вопрос Стоимости Топлива Ну Не ваш Там Бензин Горючий Смазочный Материал Стоимость Топлива И Да Оказались Водные Пути Как бы За Скобками Причем Это Где-то В сфере Невыгодное Причем Это Да Это Даже Вот По Китаю Недавно Студентам Обновляла Лекции У нас Почему-то В учебниках Старых Старых Учебников Не совсем Старых А вот Те Которые Переход Переход Старые Я не буду Прагать Переходных Классика В России Самые Протяженные Внутренние Водные Пути Там 111 Чуть Уменьшилась Сейчас Протяженность Но Оказалось Что Самые Протяженные В Китае Китай Не любит Афишировать А там Ну Процентов На 10-20 Процентов Побольше И то Китай Он любит Лучше Принизить Себя Ну Такая Тактика Они про себя Сильно Хвастаться Не любят Значит Это Выгодно Да И Оказалось И в Штатах Везде Где берегут Энергию Я уж Не говорю Про Германию Кстати Родинная Территория То же самое Водные Пути Очень Активно Используются Но Проблема В чем Что у нас Летнее Меже Да Ветра Мало Воды Не хватает То есть Без Организованных Водных Путей Этого Не Поднять Теперь Что касается То есть вопрос Именно стоит Как социально Культурный Экономический Экономический Для местного Населения В транспорте Социально Культурный Важнейший Потому что Это потеря Корней Исторических Таких Поселений Которые По Транспортных Причин Оказались Страны Причем Вот яркий Пример Именно Особенно Василь Сурск Причем Из-за Топлива Основная Причина Стоимость Топлива Хвалы Вообще Роскошное Место Конечно Хвалы Остров Ушел Под воду Но Опять Туда Ракеты Не ходят Так Как И Все Остальные Ракеты Ну Везде По Волге Там Тоже Его Значимость Меньше А железная Дорога Чуть Чуть Стране Это Просто Абсолютно Конкретные Такие Примеры Такие Конкретные Примеры Теперь Классический Вопрос Когда Я Училась Это Очень Было Популярно Все Занимались Влияние Водохранилищ На Прилегающую Территорию Вопрос Очень Неоднозначный Очень Однозначный Да Есть Территория Особенно Плоские Равнины У которых Очень Большая Площадь Затопления Причем Особенно Если Сложены Песками Пески Малоплодородные А Коему Всегда Плодородные Заливаются Если Даже Кустарники Территория Но Скот Для Скота Огородные Культуры Это Потери Именно Из-за Этих Территорий Равнинных Которые Пес Построены На Плоских Территориях И Были Основные Аргументы Против Плати Основной Аргумент Был Именно Непродуманности Непродуманности Ну И Тех Поселков Которые Оказались Затоплены Но Это На Тех Территориях На Равнинах Плоских Территориях Потому Что Равнина Не Обязательно То Это Касается Всех Равнина Там Где Очень Плоские Территории И Просто Распласт Поле Получается Она Уже На Реках Трудь Может быть Другого Порядка С Картина Другая Если По Конкретному Вот Республика Алтай Была Всегда Предметом Таких Активных Споров Я Там Заповеднике Сколько Трех Лет Проживала Замка Науки И Проживала Замка Науки Катульского Заповедника Когда Первый Раз На Конференции Была Там Защиту Против Плотины Там Было Да Я Не Могу Объяснить Кто Защищал Почему Ты Больше Частью Извините Американские Фонды Это Так На самом Деле Я Помню Я Затем Учера Вот Но В то же Время Картина Такая На Алтай Недавно Еще Мы Поднимали Это С музей Землеведения МГУ Ну Я Ну Принимал Участие Проект Небольшой Был Для Выставки Собирали Информацию О Хозяйстве Республики Алтай То Который У них Нашлась В архивах И мы Хотели Представить На Как Я Работала На Алтай Так Вот Нашли Советского Периода Который Опять Оказывается Ценейший Материал А вы Знаете Что Раньше Дан 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 По Хозяйству Секрет И В общем По Хозяйству Были Или Или Их Просто Открытые Не Но Что-то Было Около Тридцати Малых Таких ГЭС Потому Что Это Далеко За Пределами Зарплат Просто Запредел А Чем Топят Ну Понятно Что Топят И Углем А Топят Все Лиственницы Ну Вот Экологи Тогда Должны Были Говорить Предположим Лиственница А Лиственница Это Росла По Роскошным Долинам Которые Сейчас Долины Там И В этих Долинах Такие Были Парковые Лиственничники Именно Как Парки Меня Как-то Спрашивают Старые Преподаватели Мне Все Спросили А Как Там Парковые Лиственничники А Я Не Пойму О Чем Идет Речь Их Нет Потому Что Они Все Срублены Ну Те Кто Был В 50-е Годов Срублены Для Отопления И Противопоставление С Энергия Дорогая Причем Если В плане Эксплуатационном Как Мне Объяснила Одна Женщина Извините Который Муж Работает В этой Системе Это Важный Момент Значит Там В поселке Я В Коксе В Ускоксе Жила Значит В неделю По крайней мере Два раза В неделю Свет Отключается Скорее Если успешно Воды набрать Потому Что Водокачка То есть Вся вода И так далее Все Отключается Потому Что Падают Опоры Но Она Говорит Что Выгодно Чтобы Опоры Падали Ничего Не менять Принципиально Потому Что Деньги Которые Идут На ремонт Легче Вписывать И Подали И В В В В Но Смысл В Что Это Издалека И Кому То Оказывается Выгодным Вот И Тянуть Издалека Вот Эти Вот Самой Катунской ГЭС Неоднозначно Аргументы Были Что Святые Места Там Еще Ртуть Ну Что Ртуть Может Попасть Так Как Будет Затопленный Рай Месторождение С Ртутью Это Геохимики С Географического Путета Определяли Но Если В целом Говорить На уровне Интуитивно Я Это Не Рассчитывала На Самой Катунья Ну Я Б Не Поддерживала Самой Катунья Но Вот Небольшие Реки Уже Старые Старые Геста Начимали Прекрасные Озеро Никакого Там Не Заливания Чистая Бирюзовая Вода Как На Кату Красивейшая Ну Озеро Хотя Сказала Озеро Но Выглядит Как Озеро И Экологи Не Догадаются Профессиональные Конгрессы Борцы Не Догадаются Что Это Атгэс Такой Ж Вроде По Фотографиям Бухтарминская Показали Бухтарминская Конечно Оно Включает Себя Озеро Зайсан Это Прекрасное Водохранилище Глубокого Многолетнего Регулирования То есть В результате Существования Этого Водохранилища Все эти Разговоры О том Бухтарминской Китайцы Забирают Воду Из Черного Эртежа И Это Вредит И Казахстан И Нашей Углок Это Пустая Болтовня Что Именно Существование Этого Водохранилища Бухтарминского Оно Именно Влияние На окружающую Территорию Чемальская В частности Но Чемальском Я была Точно Бухтарминская По отзывам Я ушла В сторону Да Здесь Здесь Есть Вот В бассейне Верхней Оби Здесь Есть Первоочередные Проекты И на первом Месте Среди Первоочередных Вовсе Никакая Ни Катунская Ни Иландинская С водохранилищем А на первом Месте Идет Бия Потому что Бия имеет Знаменитейший Естественный Регулятор Телецкое Озеро И давайте Мы каскадом Подойдем К Телецкому Озеру Дадим Туда Возможно Какие-то Спекуляции Правильно Проект Номер Два Вот На втором Месте От От Истока До Новосибирского Водохранилища Проект Номер Три Катунь Каскад По Катунь С развитием Снизу Вверх Снизу Да Да Еще раз Повторю Что вот Это вот Жонглирование Какими-то Проектами А их Периодически Реанимируют Только потому Что по ним Есть какая-то Проектно-сметная Документация Да Мы копаем Чуть-чуть Глубже И посмотрели Вот эти схемы Более ранние Они позволяют Выдвинуть Именно проекты Каскадов Мы не выдвигаем Не можем И не будем Выдвигать Отдельно взятых Водохранилищ Отдельно взятых Гидростанций То есть можно Предположить Всегда Алексей Алексеевич Что все-таки Это спекуляции Какие-то спекуляции Привлечения Внимания К политическому Потому что Скотунь Очень мощный Политический фактор На уровне выборов Это серьезнейший Можно Специально Привлечь американцев Которые будто бы Хотят построить А на самом деле Ничего они не хотят Построить Они готовы Как вот на верхнем РТШ Готовы Они с удовольствием Возьмут И будут с него Бабло пилить А так Чтобы реально Вкладывать Вы знаете Есть даже такой термин Инвестиционный климат Да нет Его нет Этого климата Ничего Они даже Приблизительно Не собирались Это все Именно Трипотня И вот Про эти старые Вот к вопросу На малых Ну не совсем Эти малые рейки На которых Были эти Небольшие станции Так почему По каким причинам Они были Ликвидированы Вот Собиралась Я информацию Как мне Объяснили Натай Во всяком случае Учитываем Это очень далеко От крупных Каких-то источников Идет И они Очень было Все хорошо А ликвидированы Были А зачем Она нужна С ее обслуживанием Если тут Потянут И по дешевой Государственной цене Издалека Эти Эти Они были на колхозах Они были колхозные И у колхозов были на балансе Это была определенная Государственная политика 20-е и 30-е годы Наоборот Призывали Переоборудовать Мельницы Под колхозные Межколхозные Гидростанции Но вот заметьте Что это продолжение Вера Евгеньевна Я этим материалом Владею И поэтому Вынужден Вас тут Подправить Что это продолжение Той самой Традиции Устройства Мельниц На малых реках Которые не являются Путями сообщения Мы же считаем Что путями сообщения Могут быть Вообще Все реки Длиной Скажем Больше 100 километров А может быть Даже еще и более Короткие По обстоятельствам То есть у нас Немножко тут Другие подходы Вот Так вот Те мельницы Которые существовали И были утрачены В войну В гражданскую войну Там 20-е годы Вот они восстанавливались В виде гидроэлектростанций Заводы Выпускали Типизированное Оборудование То есть Типизация Умнификация Была просто Поразительная Это все Экспонировалось На выставке Достижений Там была Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка И это было До середины 1950-х годов Середина 1950-х годов Это и время Крупнейших Переломов В жизни Этой страны И тогда До этого времени Колхозам И вообще Сельскохозяйственным Объединением Или Сельскохозяйственному Населению Не разрешалось Подключаться К объединенным Энергосистемам Просто Не разрешалось И они должны Были обеспечивать Себя сами То есть Или покупать Топливо Для своей Дизельной Бензиновой Установки Или Делать Гидростанцию А как только В середине 1950-х годов Разрешили Вам это и сказали Что тянуть Линию Значит Подключиться К энергосистеме Это протянуть От существующей Системы Линию До данного Населенного Пункта Зачем Когда мы можем По копейке За киловатт Час Тогда это До самых 1990-х годов Это была Копейка За киловатт Час Для сельской местности Мы тут Платили В Москве Если вы помните 2 копейки Если у вас Электрическая плита И 4 копеечки Если газовая Так что Вот эти вопросы Очень хорошо Известны Такие же данные Что в 50-е годы Были ликвидированы Мне тоже сказали Да Вот это В середине 50-х годов Это Процесс повсеместный Поэтому Где-то Есть данные Что там-то Там-то Есть Гидростанция А Насколько Она Существует И кем Эксплуатируется Как правило Они разрушены Разворованы И все Вот Спасибо Алтай Это хорошо Но мы как К Алтаю Надо подходить Снизу От обе Реализации Вот этих Проектов Не от Отдельно Взятого Катунского Яландинского Водохранилища А снизу Создавая Каскады И обеспечивая Водно-транспортную Доступность Как раз Что так Справедливо Отметили Вы Вот Эту Дискриминацию Транспортную Снять Транспортную Дискриминацию Развитием Водного Пути Коллеги Из Чебоксар Может быть Хотят Что-то Добавить Вопрос Задать Добрый день Коллеги Я Наверное Немножко Сначала Добавлю В том Если Особых Вопросов Нет Кроме Одного Мы Водную Доктрину Рассматриваем Как Доктрину Развития И Использование Воды Как Таковой А На мой взгляд Надо Рассматривать Немножко Шире Как Развитие Производительных Сил Государства На базе Водной Доктрин Не Возвождаем На что Стране У нас Бытует На сегодняшний день Почему-то Такая Ну К примеру Вечная Генерацию Надо Строить В местах Потребления А Никто Не строить В местах Потребления Гидрогенерацию По крайней мере А строить Там Где Есть Природные Условки Значит Развивает Единая Национальная Сеть Россия Наверное Отстала На десятилетия Против Развитых Стран Я Уже Там Про Европу Не Говорю Даже Там С Индией Сравниваете С Китаем С Бразилией По Развитию Электрических Сетей Если Говорить Скандинавских Странах Значит Где У них Идет Мощная Энергетическая Сеть Вдоль Побережья Естественно Они Все Гидроэлектростанции Весь Гидропотенциал Там Практически Использование Почти 100% Что У них Есть И куда Выдать И куда Потребителю Подключиться А у нас К сожалению Такого Пока Экономика Экономика Вообще Немножко Извращенная Особенно При подходе К гидроэнергетике И К водному Строительству В целом Если Говорить Про Гидроэлектростанцию То При Проекте Гидроэлектростанции Хотим В нее Впихать В окупаемость Все затраты По строительству Плотины Которые Гидроэлектростанции По большому Щуп Никакого Отношения Не имеет Значит Это По Рекреации Водохранилища По Созданию Будущей Даже Будущей Его Эксплуатации Значит Ни Одна Другая Энергетика Вот Это Превращение Гидроэнергетики В коммерческий Проект Оно И сыграло На мой взгляд Злую шутку С Развития Гидроэнергетики Но Невозможно Окупить Такие Затраты За Семь с половиной Лет Там Или Там За За 8 Какие Закладываются С точки Зрения Экономики При Этом Есть Посмотреть На Другую Энергетику Вот В Атомную Утилизация Атомного Топлива Она Не заложена В стоимости А Это Одна На Сегодняшний День Из Огромнейших Статей Затрат В Атомной Энергетики Естественно Атомная Энергия Самая Дешевая В мире Получилась А почему Вот Извращенная Энергетика По тепловой Энергетике По углу Уже Сказали По нефтегазовой Энергетике Мы Сегодня Закачиваем В подземные Пласты Когда Добываем Миллионы Кубометров Воды С Непредсказуемым И пока Последствием Не изучены Последствия Никто Не Говорил Вот Гидроэнергетика Она Вот Она Вся Наверху Все Посмотрели Все Увидят Как Она Рано Работает И что Тут Происходит А когда Туда Миллионы Кубов Закачали И где Они Как Все Это Дело Вылиться В последующем Для Экологии Никто Об этом Почему Даже Не исследует По-моему Такие Вещи Хотя Экологи Серьезно Об этом Предупреждают Что Самый Грязный Способ Добычи Энергетика На сегодняшний день Потом Вот Хотелось бы Немножко Там Поддержать Спикера Нашего По Исчезновению Некоторых Видов Значит Животного Мира Дайте Прямо Скажешь Самый Большой Вред Наносит Зверь На Двух Ногах Под Названием Хомосапец Который Способен Уничтожить Все Что Угодно И Когда На Волге Его Стало Много Исчез Осетр Вовсе Не из-за Того Что Тут Волг Иг Стали Что Я на Волгу Приехал Вот Прихожу Нарина Вот Такую Стерлядь Продает Вот Такую 15-20 Сантиметров Где Ж Это Видов Чтобы Его В Принципе Ларить И Все Нормально То Самое По По Всем Другим Так Называем Цент Видам Рыб И Зверя Тоже Самое Ситуация Примерно Одинаковая Значит Промышленность Неочищенными Стоками Наносит На сегодняшний День Самый Большой Вред Потому Гидроэнергетика Как таковая Она Не Загрязняет Воду И Человек С Браконьерскими Методами Значит Добычи Истребление Натуральное Потом Еще Хотелось Был Загрязнь Анальгетики Тянется Такой Не очень Хороший Шлейф Но он Тянется В общественном Сознании Поддерживается За счет Того Что У нас Привыкли Мы Проекты Во первых На стадии Проектирования Секвестировать А потом Еще и Не завершать Значит Ну вот Такой Пример Там Из Сибири Да Красноярская Гресс Вот там Все рассказывали Какая Будет Значит Длина Разновая Енисея В нижнем Течении А сейчас Все это Не сбылось А не сбылось Просто потому Что контррегулятор В районе Значит На 20 Км ниже Его сразу Вычеркнули Из проекта А потом Удивляются А что это там Вдруг у нас Это сто с лишним Км И Енисей Не замерзает А что удивляться Если бы он Трегулятор Вычеркнул Из проекта Изначально То же самое И по По Волст Ну вот По Чебоксарскому Водохранилищу Значит Проблема 63-68 Был Нормальный Проект Который Проишел Нормальную Экспертизу Не хватило Денег На Обустройство Ложеводохранилища В 90 Годы Как я понимаю На сегодняшний день Ну давайте Вот так и Оставим Но для того Чтобы оценить Значит Наверное Надо проект Закончить Чтобы понять Правильные Или неправильные Были решения Внизу то вроде Таких проблем Нет В более Нижнем Течении Волги Где проект Завершен Завершен Значит Сегодня Вот эта Проблема С городецкими Шлюзами Там Вылезла Почему Потому что Проект Не завершен А в общественном Сознание Почему Формируется Что Вот если Будет 63 Отметка То Не надо Делать Защитных Сооружений Никаких И не делается Ведь Дирекция По строительству Защитных Сооружений Чебоксарского Водохранилища Существует До сих пор Практически Ничего Не делали А надо Понять Что Водохранилище Есть Нормальный Подпорный Уровень И форсированный Подпорный Уровень На Форсированный Подпорный Уровень Должны Быть Рассчитаны Все Защитные Сооружения Так Форсированный Подпорный Уровень Он Практически Одинаков Что При 63 Там разница В 70 Сантиметров В то время Как Защитные Сооружения Строятся На 5 Метров Выше Форсированного Подпорного Уровня То есть 69 С половиной 72 А защитные Сооружения Должны Быть Строятся На 75 Метров И Руководство Нижегородской Области Вместо Чтобы сказать Росгидро Спасибо Что Вы Актуализировали Нам Значит Все Эти Защитные Сооружения Указали Где Еще Не Достроено Значит Почему То Считает Росгидро Первым Врагом Который Пытается Кого Утопить Никого Никто Утапливать Не Пытается Мы Говорим О том Что Гидротехнические Сооружения Надо Эксплуатировать Эксплуатировать Правильно В соответствии Из проектов А когда Проекты Не закончены Значит Тогда Мы Вот Имеем Все Эти Неприятности Которые У нас Происходят Тут Залили Тут Не Далили Тут Засуха Тут Наводнение Ну Российская Школа Гидроэнергетики Была Все время На передовых Рубежах Ну В 80-е Годы Ее Начали Резать 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 И До Коца Еще К счастью Не Зарезать Но Если Так Дело Пойдет Дальше То Зарежут Совсем Если Мы Ничего Не Строим Мы Настраиваем На сегодняшний день Те Объект Которые Были Начаты В Советские Времена В лучшем Случае В середине 80-х Вот Это То Что Я Хотел Дополнить К Стратегии И Проблеме Использования Гидроэнергетического Потенциала Наш Рек Спасибо Еще У кого-нибудь Какие-нибудь Реплики Или Вопросы Ирина Вы хотели бы Что-либо сказать Вы нас Слышите Да Я вас Слышу Спасибо У меня Вопросов Нет Алексей Алексеевич Я думаю Тогда будем Завершать Только просьба Сделать Анонс О следующем Семинаре И теме И какие Вопросы Мы хотели Поднять Хорошо По поводу Дважды Семинаре Не рассмотрено В тексте Доктрин Здесь Рассмотрены Водные Вопросы Водные Проекты А для чего Это нужно Вот в таком Макроэкономическом Смысле Вот я надеюсь Мы разберем В следующую Средню Всех Приглашаю Принять Участие Спасибо Спасибо До свидания До свидания Все Спасибо Товарищи